машина насыпали да кстати вот многие кормят голубей я хочу сказать никогда не кормите булочками хлебом они себе портят желудки от этого даже умирает птицы должны клевать зерно так выглядит парк славы 10 мая утром после возложения рынков и светов на день победы 9 мая 2019 года тихо спокойно соловьи правда не поют на птички чирикает могилки вчера то есть 8 было захоронение здесь свежие захоронение с этой стороны долг мы рассуждали но узнали сделали вывод почему ведь склада аптеки сейчас начали называться то есть если по-русскому со склада на украинском дисклада дискладу но написано вид склада это означает что фальсификата нет ну цена идет с наценкой а чтобы не забрали лицензии вот прикол смотрите ель склонилась и стопы что все так так и а или у а На соколе зацела моя любимая черемуха, появятся ягодки будем кушать, когда на работу еду, подхожу, позотракаю черемухой, вот такая она сейчас красивая, ель цветет, сосны также цветут, нужно в лес сходить, пыльцин накрасить, с медом смешать, нормально от простуды, сейчас иммунитет подымает. Сегодня 14 мая, на Днепре такой легкий туманчик, кокушка поет, плавня где-то, селедочка ловится, я сто метров от Днепра живу, а на рыбалку некогда сходить, люди селедку ловят на пристани. Оказывается, зацвела, какой аромат, постоять немного, нужно сознание потерять, а шмель обрабатывает. Да, весна уже скоро закончится, начнется лето, жара, эта вся красота уйдет, трава начнет сохнуть, самое красивое, вот, только соловьи в июне начнут петь, это уже хорошо. А сейчас вон травка такая сочная, зеленая. Дети в кораблике запускали, в родничках. Что ты дурой орешь, а? Вот летит за мной и кричит. Что-то хочет сказать? Да, в истории. Так, туман рассеется, солнышко уже поднялось. И волги поют, вон сколько этой марины, она зацепляется к одежде. Красота какая. Уходить даже не хочется. Родники поживали, некоторые появились, новые, наверное, на уровень подводных подземных вод поднялся. Люди с утра купаются в родничке. Утро, рассвет, всем привет. Такой аромат акации, аж голова кружится, невозможно. Сейчас акация цветет. По городу идешь, аж голова кружится. Такой аромат страшный. Можно так и сознание потерять. Лиса с колобком балдеет. Под дальними громкие такие, оказывается, висят. На аттракционах маки расцвели. Сразу, быстро только расцвели, уже начинают отсветаться. Вот и хозяйка аттракционов. Как дела? Ну, доброе утро. Охраняешь? Еще одна хозяевушка, да? Это на вход в стадион сидит охраняет. Все правильно, город должен быть чистым. Дворники подметают. Ну, как вам наши каштаны? Все еще цветут. О, голуби замыла. Живет. Красота какая. Опять ты каркаешь. Вчера ему летела каркала. Вот так. Турки любят наше зерно. Вот эти. На Турцию попер. А затем нам прянички кренделя присылают. Турецкие. Рахат лукум. Ну, ладно. Это я на берегу. Опять ты, ну что, отстань ты от меня. Завезли песок на пляж. На центральный. Значит, скоро уже разровняет и начнется сезон. У нас в середине мая выпал снег с тополиного пуха. Кому-то в радость, кому-то аллергия. Вот такие клочья ваты. Летает. Вот она везде по городу залетается. И цветет одновременно с акацией. Много было публикаций по поводу фонтана и ивы, которые спилили. Но они уже были совсем никакие. Одно дерево еще более-менее могло бы пожить. Вот на месте посадили молоденькую иву. Смотрите, когда она вырастет не скоро. Будем ждать. А пока вот так. Чтобы им нравилось этим пухе. Нет у меня нифига, ребята. Нету, нету, нету. У нас часто кормят голубей недалеко от этого места. И они уже знают, увидели человека и подлетают. Еще какое-то диковое дерево зацвело. Пчелки летают. Аромат очень приятный. Субтитры сделал DimaTorzok Игорь Негода.